Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас первый взгляд на игру Patch of Exile. Это что-то вроде бы как Diablo, говорят, клон Diablo. Так, ну в общем, выбрал я класс гладиатора и появляемся мы вот так вот лежим на море. Так, рожавый меч мы видим лежит. Так, даже чатик присутствует, видите, ну игра вообще онлайн. Так, что, встаем. Что нам нужно? У нас, кстати, есть атака, герой наносит обычный удар. А, это в общем скиллы, да? Это у нас, это у нас баночки малый флакон жизни и малый флакон маны. Окей, это у нас мана, это у нас здоровье, два красных таких шара. Ну что, берем меч. Так, умирающий изгнанник, давайте подойдем к нам. Так, подонки, выбросили забор 20 человек. До берега добрались только мы с тобой, остальные изгнания сразу стало смертным договором. Подожди, я отдышусь. Побродим по округе, глянем, чем нас встречают. Класс, кажется, я видел дым над развалинами дальше по берегу. Надо посмотреть, кто там. Ух ты, давайте его не убьем. Двойной удар, атака, ближний бой. Давайте возьмем. Так. Короче, он его убил, этого паренька. Вот, нам сразу показывают, нажмите вот на эту кнопку, чтобы отбить меню. И инвентарь. Открываем. Чтобы вставить камень умения в гнездо, сперва щелкните по камню и подберите его. Потом щелкните по гнезду того же цвета и предмета. Вот. Что он нам дает этот двойной удар? Для получения, верите, вы играете. Так, все, это, короче, двойной удар. Просто двойной удар, ребят. Хорошо. Так, как нам закрыть? Что дальше? Куда нам двигаться дальше? Так, я смотрю на жизнь. Вы можете нахаживать, чтобы атаковать. А, вот, зомбарин, чтобы атаковать, не двигаясь. Это вот двойной удар. Блин, здесь куча зомби разных. Но это начальная локация, ребят. Можно, можно. Можно здесь немножко поучиться играть. Немножко привыкнуть к игре. Кнопка-то позволит вам включить, выключать наложенную карту. Сейчас мы убьем эту нежить и посмотрим на карту. Так. Для лечения щелкните. Так, ну карту-то я вижу. Что-то я в ней не могу разобраться. А, вот я. Вот маленькая эта, это я. Ладно, давайте мы убьем эту нежить. Где-то я здесь их видел. Так, давайте посмотрим бочки, что здесь есть интересного. Так, давайте еще баночку скушаем. Как-то быстро у меня здоровье заканчивается. Вы можете зажать шиф, чтобы атаковать, не двигаясь. Так, с этим понятно. Хорошо. Хорошо. Так, давайте, наверное, включим еще раз карту. Так. Че-то с них лут никакой не выпадает. Моя воля употребляет. Так, кушаем. Кушаем баночку иначе. Бьют. Так. Так, ребят, что нам вообще нужно на этой локации сделать? Я что-то... А, вот, ржавый меч. А нужен нам ржавый меч? Давайте его подберем. Потом, если что, можно будет продать, продадим. Здесь ничего у нас в сундуке нету. Так. Так, ребят, тут у нас еще и пауки появились какие-то. Я немножко не могу сориентироваться, играю в другую, ребята, первый раз. Слопаем баночку. Какие-то не пауки, а что ли? Какие-то непонятные существа. Окей. Так, а что у нас это двойной удар? А это у нас просто атака. Хорошо. Так, ящик. Труп. Так, сфера усиления. Что она нам дает? Щелкните провоктор. Зачаровывает магический предмет, наделяя новым случайным свойством. Давайте заберем. Потом уже разберемся, что к чему. Прям разрезаю их напополам, ребят. Так. Давайте посмотрим, куда нам дальше нужно отодвигаться. При повышении уровня ваш герой получил очко умения. Нажмите кнопку, чтобы использовать это очко. Ух ты, красота-то какая. Так. Давайте распределять физический урон от атак и здоровья. 14% увеличение физического урона от атак. 14% максимум здоровья. 6% повышение скорости атаки, повышение меткости. Давайте возьмем это. Здесь дерево, конечно, огромнейшее, ребят. Прям огромное. Так, подтвердить. Так, окей. Скипетр из плавника. Булава. Физический урон по 5-7. Давайте возьмем. Давайте откроем. У нас есть лук. Так, два оружия нельзя, да? У нас есть булава. 5-7 атака. 4-8. И ржавый меч. Далее у нас есть сфера усиления. Сфера усиления. Ну, с этим мы, наверное, потом уже будем разбираться. Не знаю, я что с ней делать. Двигаемся дальше, ребят. Топленник. Так, что тут железное поножи? О! Давайте мы их попробуем одеть. Свиток мудрости. Опознает предмет. Так, а железное поножи? А, автоматически я их одел, железное поножи наши. Вот они на мне. Так, хорошо. О, это, наверное, босс. День химеря. Химеря. Вот здесь лучшая мана. Отлично. Так, есть у нас тут много лута. Малый флакон маны. Свиток мудрости. Разбитый ростовый щит. Кожаный баклер. В принципе, пока все. Давайте, что мы тут... Щит мы одели, да? Щит мы одели. Это у нас что такое? Щит тоже, да? Броня 8. Уклонение 10. Это у нас малый флакон маны. Ладно, пусть он будет здесь пока. Так, ну что, куда нам дальше двигаться? Ну, такая карта. Нужно в настройках, конечно, еще посмотреть. Полазить немножко. Так, застава львиного глаза. Заходим туда. И покидаем эту локацию. В принципе, ребят, что я скажу вам. Игра ничем не хуже, мне кажется, чем Диабло. Как по мне, вроде бы. Все, все здесь присутствует. Все в порядке. Правда, я не заметил еще немножечко никакого сюжетика. Ну, я думаю, что-то, что-то будет дальше. Вот. Люди, в принципе, я смотрю здесь. Играет в эту игру. Достаточно. Вы смотрите, можно сказать, в чатике. Все, все понятно, все видно. Ну, а на этом я первый взгляд буду заканчивать, ребят. И у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачки, всем пока.